Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Поговорим сегодня про другую новинку от компании, хочется сказать компания Apple, но это компания Samsung. Июль, 10 июля, Париж. Я не в Париже, не завидуйте мне, или я не сжигал сегодня велосипеды, может быть, мой день прошел зря. Buds 3, Buds 3 Pro. Чувствую себя корабельником, рекламщиком, который сейчас вам все расскажет. Наушники выходят впервые для компании Samsung. На моей памяти, если не прав, поправьте. В форм-факторе AirPods. Почему так происходит? Потому что на сегодняшний день это самый популярный форм-фактор, и не только за счет компании Apple, которая теряет этот рынок, а за счет китайцев, китайских компаний подделок под Apple. В этом году подделки AirPods обогнали по продажам оригинальные наушники. Компания Samsung не могла остаться в стороне от этого, потому что многие люди хотят получить AirPods от другой компании, от Samsung. Buds 2 Pro. Все предыдущие наушники остаются на рынке, они будут продаваться. Это классные наушники, но для тех, кто хочет получить что-то новенькое, создали вот эти две модели. И внешне, вы знаете, я вот, когда смотрю на эти коробочки, я не могу понять, какие наушники у меня в руках. Одни наушники примерно, да, ориентировочно от европейских цен будут стоить 15 тысяч рублей, другие 20 тысяч рублей. И вот здесь отличить внешне эту коробочку невозможно, если только по весу. Итак, давайте откроем и посмотрим. Ага, я не ошибся, я открыл сразу Buds 3, не Pro. Buds 3 отличаются формой, которая очень легко узнаваема, стебелек такой многогранный. И вы знаете, что мне не нравится? Нет силиконовых вставок, наушник подойдет не всем, будет та же самая проблема, что и у Buds, китайских наушников. Вот мне они по ушам не очень подходят, честно скажу. При этом кейс достаточно неплохой, они долго работают, это все понятно, бла-бла-бла, вот это все мы не будем говорить. Но ведь главное это эргономика, эргономика того, как они сидят в ваших ушах. И вот здесь это пластиковое нечто, однополосный драйвер, и они звучат как airpods. Для меня это проклятие, когда кто-то говорит, что наушники звучат как airpods, и все, я прохожу мимо. За 15 тысяч рублей это очень дорого, ну как это, дешевле, чем airpods, но дороже, чем вся китайщина, которая продается. Китайщина в хорошем смысле этого слова. Мои любимчики, наверное, на сегодняшний день, это Buds 3 Pro. Почему? Они есть в предзаказе с фалдами и флипами, скорее всего, но самое главное в другом. Buds 3 Pro это переработанная история музыки. То есть вот если Buds 3 по цене для тех, кто хочет сэкономить 5 тысяч рублей, то Buds 3 Pro имеют несколько характерных особенностей. Смотрите, они меня приветствуют, тут есть светодиоды, которые можно настроить так, чтобы они светились всегда, либо мигали, когда вы пользуетесь наушниками. То есть это прикольная штука. Форма, казалось бы, у них та же самая, но есть силиконовая вставка, двухполосный динамик магнитопланарный, двойной усилитель звука впервые, и они сидят в ухе, конечно, значительно лучше. Любые наушники это очень субъективно. Вот я их вставил, у меня сразу заиграла музыка автоматически. Самое главное в этих наушниках, наверное, то, что и там, и там есть шумоподавление. Здесь шумоподавление реализовано намного лучше, то есть, пожалуй, на сегодняшний день, с точки зрения компании Samsung, это лучшие наушники, ТВС-наушники с шумоподавлением. Отсекает внешние шумы очень надежно за счет того, что микрофоны вынесены на стебельки. Управление как в тех, так и в этих наушниках вверх-вниз можно проводить по стебельку, и можно нажимать. Где-то мы это все видели с вами, наверное, AirPods, хотя кто знает. То есть, я могу переключать режим, есть эквалайзеры, но самое главное, что при переключении режимов, действительно, вы слышите, особенно эквалайзеры, вы слышите, как меняется музыка. Даже если вы пользуетесь каким-нибудь, прости господи, стримингом, звучание классное. То есть, вот это наушники, которые, наверное, очень многие полюбят именно за звучание. На сегодняшний день надо сравнивать, надо смотреть. Субъективно, FreeBuds 3 Pro от компании Huawei, FreeBuds 3 Pro, наверное, они называются, могу ошибаться, они звучат по-другому. Эти наушники мне нравятся, они более звонкие. Я обязательно соберу разные наушники, посравниваю их, но мне действительно нравится, как они звучат. Мне очень нравится Buds 2 Pro, который я считаю эталоном на рынке, с точки зрения соотношения цена-качества, звучания, такие топовые флагманские наушники. Эти наушники мне не нравятся по эргономике, для меня. Несмотря на силиконовую вставку, стебельки – это не самая удобная штука, но они звучат сильно лучше. Опять-таки, на мой взгляд, чище, музыка прорабатывается лучше, есть басы, есть голосовое управление и прочие-прочие вещи. Но самое главное, наверное, здесь, то, что они сделаны для тех, кто любит стебельки. Вот для них это, там, идеальный выбор. И такие флагманские наушники без всяких скидок. На этом, пожалуй, все. Обзор будет обязательно через какое-то время, ближе к августу. Не тороплюсь с этим продуктом, он классный. Ну и welcome! Смотреть другие ролики про новинки от Samsung, читать текст на сайте. Удачи, хорошего настроения!